МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, дневной выпуск информационной программы «Республика». Об основных событиях к этой минуте вам расскажут наши корреспонденты и я, Татьяна Молокова. Меньше двух недель остается до празднования славной даты – 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Официальные праздничные мероприятия уже в самом разгаре. Стартовала акция «Георгиевская ленточка» – конкурс школьных сочинений «Наследники Победы». Продолжается реконструкция памятников и памятных сооружений. На это выделено почти 12 миллионов рублей. Что еще было в центре внимания на еженедельном совещании у главы Чуваши, смотрите в нашем репортаже. Всего ко дню Победы приурочено около 140 мероприятий, в которых примут участие жители всей республики. 8 мая утром в 10 часов состоится всероссийская акция «Вахта памяти». Вечером в городе Чебоксары состоится митинг-реквием всем миром, всем народом, всей землей. И запланировано проведение практически во всех клубных учреждениях республики праздничных концертов о имя Великой Победы. В этом году Чуваши присоединится к акции «Зеленая волна», которую проводит парламентская ассамблея стран СНГ. Будут посажены 200 саженцев и сеянцев деревьев лесных пород. Днистра здравоохранения и социальной политики Алла Самойлова рассказала, что завершается вручение ветеранам памятных медалей ко дню Победы и медалей, не покоренные узником коцлагерей. В праздничные дни не лишней будет организация дежурства врачебных бригад. Предполагается дополнительное усиленное медицинское и социальное обслуживание. Для экстренного реагирования будет дежурить две машины скорой помощи в Парке Победы и две машины скорой помощи на Красной площади. Усиленные бригады, врачебно-сестринские бригады будут находиться и на Красной площади, и в Парке Победы. Кроме того, каждый ветеран будет сопровождаться социальным работником и обеспечен необходимой социальной медицинской помощью. На этой неделе начнутся репетиции торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона. В это время будут перекрыты центральные улицы столицы Чувашии. 28 апреля во вторник в 14 часов это тренировка торжественного прохождения личного состава, 29 апреля в 10 часов тренировка торжественного прохождения техники, 7 мая в 2 часа генеральная репетиция совместно с личным составом и техникой. Обсуждали на совещании программу доступности дошкольного образования. В этом году все дети, стоящие в очереди, должны быть обеспечены местами. Из федерального бюджета республики будет выделено дополнительно более 200 миллионов рублей. Министерстве предлагают потратить эти средства на реконструкцию и ремонт существующих садиков. За время реализации проекта обеспечения доступности дошкольного образования нам удалось ввести дополнительно более 19 тысяч мест и тем самым практически решить вопрос охвата детей старше 3 лет. Тем не менее, на начало года, как видите на слайде, очередь накапливается. Вот 50 человек, на сегодняшний день уже более 700 человек. Это дети старше 3 лет. После выпуска из детских садов освобождается около 13 тысяч мест и, соответственно, эти места уже будем выдавать путевки, что позволит ликвидировать очередь старше, практически старше 2 лет. Вместе с тем, Михаил Васильевич, вы правильно уже сказали, в этом году заканчивается проект и мы должны создать еще больше 900 мест в этом году. Сейчас в республике строится 5 садиков – в Урнарах, Красных Читаях и Чебоксарах. Глава Чуваши призвал ведомство пристально следить за строительством детских садов, чтобы не сорвать выполнение государственной программы по обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех, кто стоит в очереди. Еще одна важная тема весны – посевная кампания. По оценкам Минсельхоза, в этом году общая посевная площадь в республике составит 565 тысяч гектаров. Какова степень готовности хозяйств к началу кампании, обсудили на видеоконференции премьер-министр Иван Маторин и руководители муниципалитетов. К весеннему Севу Чувашия готова. Начало работ зависит от погоды, отметил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. В республике в последние 24 апреля по данным местам муниципальных районов поклонены 12 тысяч гектаров зимных культур, 5 тысяч гектаров многолетних травм, оборонованы 4 тысяч гектаров многолетних травм и 394 гектара взяли. Конечно, эти показатели уже ниже, чем в форме прошлого года, потому что в прошлом году мы на Севу вышли уже где-то 20 апреля. О работе по снижению неформальной занятости рассказала министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. На сегодня выявлено около 3 тысяч нарушений трудового законодательства, когда с работником не оформлять никаких документов. После проверки 424 человека узаконили трудовые отношения. Председатель правительства Чувашия отметил, что этого явно недостаточно. К сожалению, работают и получают зарплат по серым схемам гораздо больше народа. Иван Моторин поручил Минздрав соцразвития на примере одного пилотного района выработать соответствующий алгоритм действий для последующего тиражирования во всех муниципальных образованиях. Легализация трудовых отношений – задача номер один для нас, резюмировал премьер-министр. Также на совещании был рассмотрен вопрос о ходе ремонтных работ в общеобразовательных организациях республики в рамках комплексной компактной застройки сельских поселений и проекта создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельском месте, для занятий физической культурой и спортом. Александр Гаврилов, Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. К другим новостям. Погода россиян пока, конечно, не балует. Однако на большей части страны наступила весна. В какие-то регионы она принесла паводок, а в какие-то пожары. Что ждать от весны и лета 2015 Чувашии? Об этом говорили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Началось заседание с горячей во всех смыслах темы пожара. По последним данным, в Хакасии более 30 человек погибли. Более 600 обратились за медицинской помощью. В Чувашии на данное время ситуация благополучная, однако расслабляться рано. Слава богу, с одной стороны, у нас погодные условия позволяют на сегодняшний день обеспечивать, так скажем, пожарную безопасность. В то же время горят у нас дома, личные дома, частные домохозяйства и погибают в виде свидетельными сходами. Ситуация, с одной стороны, контролируется, службы, ведомства подготовлены. С одной стороны, вроде бы мы говорим, что готовы, но с другой стороны, нам надо понять и честно докладчику, прошу отметить, где у нас остаются слабые места. Меры, принятые на уровне республики в целом, заключены контракты на использование спецтехники, разработан план учений, но руководство заповедников и природных парков тоже придется позаботиться о подведомственных территориях. Мы увеличиваем, каждый год наращиваем объемы создания минеральных полос и их обновления. По прошлому году, получается, мы создали и обновили порядка 100 километров минеральных полос. Следующий слайд. Противопожарные меры на местах не должны ограничиваться разработкой планов и утверждением приказов. Во время пожара бумажки будут лежать в кабинете и ничем не помогут. Должны быть подготовлены люди и техника, созданы защитные минеральные полосы, отметил глава Чувашии. Еще один пункт повестки дня – купальный сезон. Буквально через месяц-полтора люди потянутся к водоемам для отдыха. К 1 июня все службы должны быть готовы. В прошлом году на воде, конечно, людей погибло меньше, чем, к примеру, в 2013. Однако цифра все равно большая – 52 человека. 80% несчастных случаев происходит на малых реках и небольших водоемах. Возможно, в нынешнем году именно там увеличат количество спасательных станций. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков. Говорили о профилактике социальных явлений, которые могут привести к наркомании. О деятельности структур по работе с несовершеннолетними. Об организации досуга о молодежи и других проблемах. Хорошая новость. Уровень детской и подростковой преступности по итогам 2014 года снизился на 20%. Результат убедительный и свидетельствует о том, что усилия всех заинтересованных сторон приложены верным направлением. Особое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с молодежью из группы РИСКО. Они состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Постоянно в поле зрения находятся иностранные студенты. Их в республике более 600. Помочь подросткам найти себе занятия, дать возможность зарабатывать собственные деньги. Такой способ искоренения пагубных привычек всегда был эффективен. В 2014 году организовано 72 мероприятия с охватом 17 тысяч представителей молодежи. Это и студенческие отряды, это и волонтерские отряды, это и вожатские отряды и так далее. В этом направлении, кстати, республика является пилотной площадкой Российской Федерации. По данным Госслужбы занятости Чувашской Республики, численность граждан в возрасте от 14 до 29 лет, которые обратились за занятостью в прошлом году, составила 28 191 человек. Из них 91,4 получили работу, трудоустроились. Всем известно, что здоровый дух живет в здоровом теле. Сегодня около 60% детей и подростков республики вовлечены в занятия спортом. Тем не менее, потенциал многих спортивных объектов на все 100% еще не задействован. И эту ситуацию нужно исправлять, заметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Поисковый отряд педагогического университета примет участие во Всероссийской вахте памяти. В дальнюю дорогу студентов провожали сегодня. Две недели ребятам предстоит работать в Ленинградской области. Готовы ли они к таким испытаниям и какие задачи стоят перед поисковиками, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В больших рюкзаках и сумках все, что необходимо для экстремального похода. Те, кто заступает на вахту памяти, уже не первый год хорошо знают, поездка будет довольно непростой. Теплые вещи, болотные сапоги, металлоискатели – на раскопках может пригодиться все. Работать поисковому отряду предстоит в лесах на Синявских высотах. Эти земли немецкие войска заняли в начале 40-х. Отсюда фашисты обстреливали дорогу победы, которая связывала Ленинград и страну. Разгромить захватчиков советским солдатам удалось только спустя три года. Это то небольшое дело, которое мы делаем для наших отцов, дедов, прадедов, которые отдали свою жизнь за великую победу. Эта победа давалась нам огромной ценой. Она ковалась на фронтах и в Тулу. Эти места хорошо известны бывалым поисковикам. Здесь они работали и в прошлом году, но находки, то вахта памяти оказалась богатой. Ребята обнаружили останки 12 солдат и огромное количество боеприпасов. В Чебоксару удалось привезти и довольно редкий трофей. Мы нашли пистолет Коровина, очень редкий пистолет, он только офицерский. Мы предполагаем, что это был политруководитель. В последний день нам удалось найти миномет, 120-мм полковой миномет. Очень хороший, в хорошем состоянии. Мы его с ребятами вытаскивали из леса, большим трудом. В честь них устраивают по-настоящему пышные проводы. На площади у парадного входа в университет собрались не только друзья. Перед дальней дорогой слова напутствия звучат и от депутатов. Почетные гости говорят, что на ребят-поисковиков сейчас возлагают большие надежды. Действительно нет важнее в жизни сохранения памяти, которая передается из поколения в поколение. И только вот эта память, она делает нас, как государство, общество самодостаточное, и которое рассчитывает на дальнейшее развитие и сохраняет независимость. В этом году половина отряда состоит из новичков. Уже бывалые поисковики намерены передать им свой опыт работы. Такие экспедиции в УЗИ не пугают и девушек. На вахте памяти работать им приходится наравне с парнями. Копаем поменьше, а так все наравне, готовим больше. Для любого человека, хоть для девушки, хоть для парня, поучаствовать в такой экспедиции, это очень много значит. Во-первых, у меня прадеды участвовали в войне, и поэтому вот как-то приблизиться к этому, это всегда почетно. Вахта памяти завершится только 7 мая. Свои трофеи ребята обещают привезти в Чебоксары, чтобы выставить их в музее ВУЗа. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Чуваша отметила день рождения своего великого просветителя Ивана Яковлева. Торжества по случаю памятной даты начались с митинга и возложения цветов к памятнику патриарха Чувашского народа у Национальной библиотеки. Подобно Михаилу Ломоносову, молодой Яковлев самостоятельно отправился в жизненный путь, посвятив все время созданию фундаментальной основы для развития культуры и сохранения духовности своего народа. Будучи студентом Казанского университета, Иван Яковлев воплотил в жизнь слова древнего философа Пифагора, который говорил, что для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде изучить его язык. Труды Ивана Яковлевича сохранены для потомков и известны повсеместно. Это и создание чувашского алфавита, и 40-летний труд по переводу Библии на родной язык, и открытие церковно-приходских школ и первого в Чебоксарах университета. Ярчайшее творение Ивана Яковлева – завещание чувашскому народу, в котором говорилось о необходимости сохранить свой язык, как основу самоидентичности этноса. На сегодня все условия для развития, создания чувашского языка есть. Вот о чем мечтал Яковлев. Только если мы будем с себя начнем и детей с самого раннего возраста, с рождения начинаем любовь к чувашскому языку, и гордость, привязать чувство гордости, что ты великий сын, скажем так, великого чувашского народа, вот тогда будет развиваться ребенок, гражданин, настоящий гражданин своей малой чувашской родины и, естественно, нашей великой дружной России. Сегодня в сквере у Национальной библиотеки собрались деятели культуры и искусств, образований, науки города, почтить память просветителя чувашского народа в день его 167-летия. Соржественный митинг прошел в атмосфере праздника и чувство гордости за своего великого просветителя. Он прожил большую жизнь, великую жизнь, и прах его покоится в Москве на Баганьковском кладбище. Каждый год чуваши, проживающие в Москве, а это генералы, академики, ученые, рабочие, собираются на могиле Ивана Яковлевича Яковлева и признаются в любви к этому великому человеку. Иван Яковлев оставил великое наследие своему народу. Память о патриархе хранится не только в скульптуре. На именованиях улиц, домов. Просветительское дело Яковлева продолжается и поныне. Полностью на Чувашске переведена Библия. В школах и детских садах преподается родной язык. Работают национальные радиостанции и телеканалы. Дело Ивана Яковлева будет жить и дальше в современной истории Чувашия. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов. Республика. 50 лет назад начал свою работу Дворец культуры текстильщиков. Сегодня он носит имя известного чувашского поэта Петра Хузангая. В честь праздника рядом с Дворцом в Мемориальном парке Победы организовали юбилейный бульвар. Самыми яркими моментами стали танцевальный флешмоб и большой праздничный концерт. Выходной день многие чебоксарцы провели в Парке Победы. Перед Дворцом культуры имени Петра Хузангая инструкторы Федерации фитнес-аэробики Чувашии собрали всех на танцевальный флешмоб. Горожане выстраивали фигуру в честь 70-летия Победы и 50-летия Дворца. Вечером гостей и зрителей ждал праздничный концерт. Поздравить всех работников Дворца приехали заместитель главы города Чебоксара Ирина Кайментьева, народная артистка СССР Вера Кузьмина и все художественные коллективы Дворцов культуры города. Подробности праздника смотрите в вечернем выпуске новостей. На 10 дней в столице Чувашии перекроют для проезда автотранспорта Марпасарское шоссе. Ограничения ведут с 1 по 10 мая для всех видов транспорта, за исключением троллейбусов, на участке от пересечения с проездом машиностроителей до пересечения с хозяйственным проездом. На такие меры городская администрация пошла в связи с работами по прокладке подземных коммуникаций. Объезжать указанный участок можно по существующей уличнодорожной сети. Проезд машиностроителей, улица Ленинского Комсомола, Игельский бульвар, проспект Мира. Спортсменка из Чувашии Алина Прокопьева в минувшие выходные финишировала пятый на крупнейшем весеннем марафоне в Гамбурге. Подопечная заслуженного тренера Михаила Кузнецова уступила победительнице. Спортсменки из Эфиопии. Три с половиной минуты. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00 с Ольгой Пановой. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!